147 миллионов рублей задолжал налоговый самый богатый депутат Госдумы Андрей Палкин. Сегодня он решился рассказать журналистам, откуда у него такие долги перед государством и намерен ли он платить по счетам. Напомним, накануне бывший строитель Палкин объявил о своем банкротстве. С трапа самолета на растерзание журналистам и сразу возьмите, получите благодарности. Новоиспеченный депутат Госдумы хвалит СМИ за активный пиар. Его кошелек так всех заинтересовал, что любая фраза в прессе тиражировалась десятки раз из издания в издание. Сегодня практически нет того издания, которого бы не знало фамилию Палкин. И по крайней мере нет депутата, который бы тоже в Государственной Думе, я имею ввиду, который бы не знал и не подошел, не пообщался по этому вопросу. Но от позитивной стороны вопроса сразу к проблемам. Вот-вот самого богатого депутата Новой Госдумы признают банкротом. Вы поймите, я все делаю по закону, а закон очень прост. У меня была возможность, скажем, пойти по пути, ну, скажем, соломбальцев, да, когда активы уводятся, 3000 на улицу, предприятия нет. Нормально. В ДК-3, вы помните, пример, который тоже, само по этому пути я решил не идти. Значит, я ухожу, я на себя вешаю свой крест, но предприятие остается, оно остается налогоплательщиков. Если по полочкам, став депутатом Госдумы, предпринимателю Андрею Палкину срочно пришлось избавляться от всех своих активов. Но, как он выразился, сливать их в унитаз не хотелось. Поэтому строительный холдинг унаследовали его сыновья. От продажи им имущества нужно заплатить налоги. К тому же проверка ФНС выявила нарушения и долги увеличились. Сумма в настоящее время составляет порядка 25 миллионов рублей. В июне месяце по предпринимательской деятельности за 15-й год Андрею Васильевичу была представлена налоговая декларация. Далее, по результатам деятельности за 16-й год также была представлена декларация. И общий размер задолженности составляет где-то порядка 118 миллионов рублей. Плюс имущественные налоги всего Андрей Палкин должен трем бюджетам, федеральному областному и Котловскому, 147,5 миллионов рублей. 9 марта состоится судебное заседание, на котором вынесут решение признать ли Андрея Палкина банкротом. Если да, то все свои долги он намерен выплатить в рассрочку за три года. Но платить, говорит, будет. Валентина Приходько, Александр Дятлев, Вестник Северодвинска.